здравствуйте дорогие рукодельницы меня зовут ольга ингрия я веду проект вяжи как художник мы с вами начинаем вязать цыпленка и прежде всего свяжем его тельце у меня она кругленькая но в принципе можно связать и овального цыпленка если захотите так и сделайте но я буду показывать круглого и расскажу как добиться овальной формы прежде всего о выборе пряжи симпатично будет смотреться цыпленок из пушистой пряжи но не той которая торчит иголочками а такой более мягкой но из названий могу вам порекомендовать пряжу лебяжий пух теха вот это вот пряжа не помню фирму называется флора но я еще сделаю небольшой pdf файлик где напишу какие виды пушистой пряжи можно использовать можно даже вязать из махера но тогда тельце нужно будет начесать пуходеркой для животных или лентой липучкой для того чтобы освободить вот этот махеровый пушок который при вязании крючком прячется внутри полотна еще что нам нужно сделать это правильно подобрать крючок вот здесь вот у меня пряжа толщины которой я не знаю ну так ориентировочно на взгляд где-то 200 наверно метров 100 градусов рамок но если мы не знаем толщину пряжи это не беда мы можем подобрать пряжу крючку следующим способом я взяла специально крючки нескольких номеров 2 2 с половиной 3 и захватываю крючком пряжу и смотрю как у меня это пряжа ложится в бородку крючка если она занимает всю поверхность под бородкой крючка и пряжа не соскальзывается с крючка то это правильный подбор номера крючка если крючок слишком тоненький вот как например этот номер 125 тонн не захватит полностью нить она будет расщепляться соскальзывать и таким крючком вязать невозможно а если мы возьмем слишком толстый крючок например это номер три то но вот здесь вот не очень заметно потому что пряжи пушистая при вязании у нас будут образовываться большие отверстия через которые будет виден наполнитель и это для игрушечки нехорошо игрушки нужно вязать плотно вот я несколько крючков примерила еще два с половиной номер примерю мне кажется оптимально будет вязать номером крючка два с половиной другие крючки я откладываю и приступаю к вязанию обычно вязаные игрушки начинают в петле амигуруми вязать но когда пряжа пушистая бывает сложно затянуть эту толстую петлю широкую поэтому я начинаю свои игрушки вязать следующим образом я делаю первую петельку захватываю нить протягиваю крючок 1 петля на крючке и 2 петля 2 воздушных петли провязала и первый круговой ряд игрушки я буду провязывать первую петлю и вязание игрушек амигуруми чтобы у нас получался ну сначала круг потом мы этот круг вяжем как шар такой круглый или как овал более вытянутый у круга есть правило если мы вяжем столбиками без накида то в первом ряду должно быть 6 столбиков во втором 12 третьем 18 то есть мы в каждом ряду должны для расширения прибавлять по 6 столбиков и в первом ряду я вот первую петельку провязывала 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 6 столбиков провязала сейчас у меня дырочка большая я ее затягиваю дальше мы вяжем по кругу у меня пряжа пушистая поэтому петелек не видно их можно на ощупь определять и вкалывать крючок петлю на ощупь во втором ряду мы должны сделать 6 прибавок то есть в каждую петлю предыдущего ряда мы должны провязать 2 столбика без накида нащупывала первую петельку и провязываю первый столбик без накида 2 следующую петельку нащупываю провязывала 3 столбик и четвертый в ту же петлю следующую петлю 5 хвостик еще раз подтягиваю если дырочка освободилась делаю потуже чтобы не было отверстия в начале и в той же петлю провязываю 6 столбик следующую петлю 7 и 8 следующую петлю 9 и 10 и последнюю петлю 11 и 12 второй ряд провязали дальше чтобы нам не запутаться где у нас начало ряда я использую булавку можно использовать маркер пластиковый и отмечаю где у меня начало ряду третьем виду мы тоже делаем при бабочки но у нас 6 прибавок в ряду поэтому мы вяжем следующим образом провязываем столбик без накида и прибавку то есть два столбика в одну петлю потом опять столбик без накида и прибавку два столбика в одну петлю и так вяжем до конца ряда до места отмеченного булавочкой в ряду у нас должно получиться 18 петель вяжем мы по спирали не не соединяя столбиками прикрепа начало и конец ряда если вы хотите сосчитать петельки а пряжа у вас пушистая их можно считать на ощупь они как бы чувствуют пальцы где начинается петля следующая делая по 6 прибавок мы вяжем плоский круг она нужно чтобы наше вязание закруглялась в виде шапочки поэтому следующий ряд я вижу без прибавок еще хочу вам показать быстрый способ записи если вы хотите потом повторить точно такую же игрушечку вам бывает необходимо записать как вы вязали и я не пишу длинно там первый ряд там 6 столбиков без накида второй ряд 12 столбиков без накида там 6 прибавок я пишу следующим образом через запятую первый ряд у нас 6 столбиков без накида 2 12 скобочках можно поставить галочку это галочка обозначает прибавку то что мы вяжем в одну петлю 2 столбика следующий ряд у нас 18 то что мы уже провязали и скобочках я расшифровываю как мы вязали один столбик одну прибавку повторяем 6 раз следующий ряд мы провяжем без прибавок просто 18 столбиков для того чтобы у нас вязание уже начало закругляться довязали до маркера можно его переставить чтобы было отмечено и дальше я складываю получающиеся тельце пополам и прикладываю к выкройки смотрю повторяют ли у меня мое вязаное полотно тот эскиз который я нарисовала пока что ширины вязания мне мало значит я должна сделать еще одну прибавку следующем ряду я провяжу прибавлю тоже 6 петель провяжу 24 столбика то есть прибавки я должна сделать следующим образом провязывать две петли и одну прибавку повторяю 6 раз как раз получится 24 столбика смотрю насколько расширилась полотно вижу что нужно делать еще прибавку то есть в следующем ряду я свяжу 30 столбиков три столбика и прибавку провязала еще один ряд опять прикладываю к выкройке и решаю нужно мне делать следующий ряд с прибавками или вязать без прибавок мы должны получить приблизительно округлую форму поскольку хотим чтобы цыпленочек у нас был круглый поэтому следующий ряд я сделаю без прибавок не будет 30 столбиков если у вас другой размер цыпленка вы допустим хотите сделать ему побольше или более тонкая пряжа то у вас будет другое количество петель и рядов но принцип вязания остается тот же при вязании столбиками без накида вы должны делать чтобы получить округлую форму по 6 прибавок в ряду и периодически вязать ряды без прибавок чтобы получить именно вот такую форму шара довязала до булавочки значит ряд у меня закончен периодически я булавочку передвигаю и вижу что мне еще расширять то сделать прибавки не нужно тогда у меня будет слишком большой цыпленок уже его ширина ширина тельца достигла нужного мне размера поэтому несколько рядов до серединки цыпленка сейчас вот у меня ряд немножко ниже серединки вот здесь середина ну где-то один два ряда я должна связать без прибавок свяжу два ряда по тридцать петель ну я их могу записать или скобочках что я вижу без прибавок или вот так вот последовательно если таких рядов много конечно там 10 тридцаток не будешь писать тогда можно записать 10 рядов по 30 петель сам процесс я уже не буду показывать он однообразный провязав до середины игрушечки мы должны начать делать убавки если вы хотите чтобы цыпленочек был овальный то нужно еще там два три четыре ряда связать без прибавок убавок в зависимости от того насколько вытянутым должен быть цыпленочек по вашему замыслу а я уже начинаю делать убавки и в следующем ряду я должна сделать 6 убавок в итоге у меня получится 24 столбика а вязать я должна 3 столбика и убавку убавку я обозначаю таким вот домиком перевернутая галочка то есть мы должны связать два столбика без накида с общей вершиной я сейчас вам покажу как это вяжется на мои пряжи петелек не видно поэтому я их на ощупь нахожу вытаскиваю одну петлю потом нахожу рядышком петлю вытаскиваю вторую и провязываю 3 петли на крючке это я связала убавку потом вяжу три столбика без накида и вывязываю следующую убавку ввожу крючок вытаскиваю одну петельку нахожу следующую петлю нижнего ряда вытаскиваю вторую петельку и провязываю 3 петли на крючке и опять 1 2 3 убавка так повторяется 6 раз провязала ряд из 24 столбиков и уже чувствуется что у нас вязание начало загибаться внутрь туловище начала принимать форму шара следующий ряд я могу связать ну как бы симметрично вот началу нашего вязания 18 столбиков без накида а вяжется это как два столбика и убавка потом чтобы закругление не было слишком большим я провяжу без убавок тоже 18 столбиков без накида убавка два столбика повторяется 6 раз туловище цыпленка уже практически завершено нам осталось связать два ряда 12 6 столбиков и потом затянуть поэтому я хочу набить уже туловище наполнителем я часто в качестве наполнителя использую подушки которые по распродаже продают больших магазинах там типа фамилия икея окея мне не надо искать наполнитель в каких-то специализированных магазинах но сейчас тоже рукодельные магазины магазины ткани тоже бывают продают наполнители вот я на белый уже видно что у меня получается такой хороший шарик и следующий ряд я вижу 12 столбиков столбик без накида и убавка и 6 столбиков когда вяжешь особенно гладкой пряжей иногда бывает что сильнее вытянут вытягиваются петли во время провязывания убавок и я иногда вот в этом месте когда делаю убавки перехожу на более тонкий крючок чтобы не оставались дырочки при вязании но вы смотрите сами если удается петли туго затягивать то можно вязать тем же крючком а у меня ниточка такая пушистая поэтому дырочки будут не видны и последний рядок убавки в этом ряду можно еще до набить видите у меня еще достаточно рыхлый много наполнителя поместится затягиваем петельки под мужа стараемся чтобы не было дырочек и наполнитель я прижимаю пальцем чтобы он крючок его не захватывал и уже до того момента когда дырочка полностью закроется я вижу убавки провязываем последнюю петельку обрезаем и прячем хвостик туловище готово а лапки глазки и клевик мы сделаем в следующем видео